Основной базовый одиннадцатиклассники региона сдали единый госэкзамен по математике. В Наринмар минеральные воды чартерами столицы региона в летний лагерь на Кавказ сегодня вылетела первая смена детей. Работа идёт. В Наринмаре приступили к строительству детского сада на 220 мест в районе улицы авиаторов. С новостями дня в студии Ирина Цепитова. Сегодня выпускники написали ЕГЭ по базовой математике. Испытания прошли 225 одиннадцатиклассников в пунктах проведения экзаменов на базе телевисочной 1-й и 5-й городских школ. По сравнению с прошлым годом количество пунктов сдачи кратно уменьшилось. Это связано с новыми требованиями к процедуре. Они обязывают регионы оснащать объекты онлайн-видеонаблюдением. Когда идёт оффлайн-запись, безусловно, эта запись на протяжении полугода, а может даже и более уже сейчас, она просто-напросто анализируется. И по итогам прошлого ЕГЭ, этот ЕГЭ в 2015 году, Рособорнадзором выявлено нарушение. И порядка уже 15 студентов были отчислены в связи с тем, что в пунктах проведения найдены нарушения. И им отменены результаты ЕГЭ. Мы не стали рисковать детьми, поэтому приняли решение, что они пусть лучше сдадут в пункте проведения, где установлена онлайн-запись. Пусть эксперты в лице общественных наблюдателей просмотрят все экзамены в оперативном режиме. Как ведётся видеотрансляция из экзаменационных классов, сегодня узнал глава региона Игорь Кошин. За сдачей ЕГЭ по математике выпускниками окружных школ он наблюдал из своего кабинета при помощи обычного ноутбука. Картинка онлайн-вещания позволяет видеть все аудитории всех сдающих экзамен. Кроме того, главе региона рассказали о процедуре сдачи ЕГЭ. Свои выпускные экзамены Игорь Кошин сдавал традиционным способом. Об отношении к единому госэкзамену он рассказал в ходе прямой линии, которая состоялась 31 мая. Вы знаете, безусловно, это огромный стресс для ребёнка. Это огромный стресс, и он не позволяет раскрыться личностью, что ли. Он позволяет протестировать, первое, психологическую устойчивость, и второе, конкретные знания. Либо они есть, либо их нет. Но либо человек раскрывается, либо не раскрывается. Любой устный экзамен позволяет человеку раскрыться. А ЕГЭ сухо, чётко, понятно. Но самое важное другое. Самое важное, что наши ребята имеют возможность при успешной сдаче ЕГЭ выбрать практически любой ВУЗ. Напомню, экзамен по математике разделён на два уровня – базовый и профильный. Успешная сдача сегодняшнего ЕГЭ позволит поступить в ВУЗы, у которых в перечне вступительных испытаний отсутствует предмет математика. В основном это гуманитарные специальности. ЕГЭ по математике профильного уровня состоится 6 июня. По предварительным данным, его собираются сдавать 164 выпускника. Наринмар – минеральные воды. Чартерами из столицы региона в летний лагерь на Кавказ сегодня вылетела первая смена детей. Это 110 ребят из Наринмара и населённых пунктов округа. Их отдых продлится до 22 июня. Пожелать отпускникам счастливого пути в аэропорт отправилась и наша съёмочная группа. В здании аэропорта у стойки регистрации этим утром было не протолкнуться. В зале дети, их родители и сопровождающие. Сдать багаж, получить посадочный талон и в путь. Среди первых счастливчиков – 10 детей из Нижней Пёши. Ребята прилетели в Наринмар накануне. Из центра Пёшского сельсовета их организованно вывезли в столицу региона на Ан-2. Долетели отлично, настроение приподнятое. Рядом друзья, впереди 20 дней отдыха на Кавказских минеральных водах. Две подружки – Марина Филиппова и Настя Новик – уже не в первый раз вместе летят на летний отдых. Мы летали в Крым ещё. Там весело, интересно. Много друзей новых узнаёшь, знакомишься с ними. Каждый держится дружно. Там хорошо за тобой ухаживают, кормят тебя. Очередная – это поездка и в жизни Ярослава Таратина. В лагеря ездить любят. От летнего отдыха ждёт интересных экскурсий, где можно будет сделать хорошее фото на память. Я только летал в Крым, в Евпаторию и летал в Анапу. Ещё в прошлом году ездили сами в санаторий Дилуч, в Анапу. И мне там тоже понравилось. Вместе с ребятами из Нижней Пёши прилетела сопровождающая. Марина Таратина в первый раз встала во главе организованной группы детей. Летим в минеральные воды, отдохнуть. Ну, думаем, что получится. Может, и погода удастся, будет хорошая. Так что ребята отдохнут, может быть. Надеюсь, что справимся. В поездку с первой сменой детей на Кавказ отправится и Ольга Егорова, директор отделения социальной защиты населения, чтобы лично проконтролировать комфортное размещение и пребывание детей. Перед тем, как запуститься на дороге, у нас специалист выезжала, в этот лагерь обследовала его всю территорию, медицинскую базу, столовую, питание, размещение. Предварительный час хотим посмотреть, как это всё на самом деле будет организовано при приёме такого количества большого детей. Напомню, на Кавказские минеральные воды в санатории имени Крупской, в город Железноводск, первой сменой сегодня отправились 110 детей. 62 ребёнка из Нижней Пёши, Пылемса, Индиги, Нельминосова, Учейского, Андиго и Красного. 48 из города и поселка Искателей. Ещё 9 ребят из Шойны присоединятся к группе 9 июня. В санатории ребята пройдут курс оздоровления. По словам Ольги Егоровой, детей разместят в трёх и пятиместных номерах. В здравнице установлен пятиразовый режим питания, включающий выбор блюд, свежие овощи, фрукты и натуральные соки. Смена продлится 21 день. Вернутся обратно ребята 22 июня. Этим же бортом на оздоровление отправится вторая смена – 121 ребёнок. Вопросом организации летнего отдыха детей особое внимание уделил премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев. Он провёл селекторное совещание с регионами. За последние годы мы все, я имею в виду и федеральная власть, и власти региональные, делали многое для того, чтобы улучшить состояние детских лагерей. Потому что в какой-то период, в силу недофинансирования и других сложностей, многие пришли в упадок. В этом году большинство регионов сумело выделить деньги на летнюю кампанию на уровне не ниже 2015 года. Что, конечно, очень важно, принимая за внимание довольно большие сложности в региональных бюджетах и проблемах в экономике. Рассчитываю, что и другие субъекты, которые ещё решений таких, не приняли подтянутся. Потому что это, безусловно, один из важнейших приоритетов региональной политики. Из бюджета Нинецкого округа на летний отдых детей в 2016 году в рамках санаторно-курортного лечения выделено 72,5 миллиона рублей. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 2 миллиона 200 тысяч. За счёт средств округа приобретено 868 путёвок «Мать и дитя». Госконтракты заключены с санаторно-курортными организациями санаторий «Митина» в Кировской области, санаторий «Юность» в Весентуках и санаторий «Делучи» в Анапе. Отдохнуть и оздоровиться в детских организациях за пределами региона смогут 335 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На приобретение путёвок в 2016 году предусмотрено почти 24 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета 2 миллиона с небольшим. Всё остальное – средства окружного бюджета. Кроме того, организована компания по летнему отдыху детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и отдых в детских центрах – «Орлёнок», «Океан», «Артек» и «Смена». В летнее время здоровье в профильных лагерях поправят спортсмены и молодёжь округа. Кроме того, организованы летние площадки на базе образовательных учреждений региона. Ирина Цепитова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В Наринмаре приступили к строительству детского сада на 220 мест в районе улицы Авиаторов. Конкурс на строительство выиграло строительно-монтажное управление «Краснодар». Субподрядные работы выполняет компания Наринмар Строинвест. По словам представителя субподрядчика, в настоящее время разбит участок под строительство, подготовлены подъездные пути, открыт котлован. Первые сваи будут забиты после выдачи разрешения на испытания. Динамические испытания проведут для проверки состояния грунта и дальнейшей подготовки свайного поля. 20 июня ожидается первая поставка строительных материалов для возведения детского сада. Весь объём планируется завести в навигацию. До конца года по графику необходимо установить коробку здания и провести инженерную инфраструктуру. Далее будут проходить отделочные работы. Срок окончания строительства детского сада в соответствии с госконтрактом – август 2017 года. Под объект Наринмаре выделен участок почти 2000 квадратных метров. Двухэтажное здание детского сада будет иметь Н-образную форму. Входы планируется оборудовать пандусами для малоподвижных групп населения и детских колясок. Общая стоимость строительства детского сада составляет 320 миллионов рублей. Работы финансируются из окружного бюджета и софинансируются федеральным центром. Ранее правительство России приняло решение о выделении Ниницкому округу более 188,5 миллионов рублей на строительство школы и детского сада в новом жилом микрорайоне. В Наринмаре задержали очередного коррупционера. Задержание произошло по факту получения взятки при строительстве молодежного центра в столице региона. В Санкт-Петербурге проходит 50-е по счету заседание Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Участие в ней принимает и делегация из нашего округа, в состав которой вошли парламентарии Собрания депутатов Сергей Хабаров, Александр Лутовинов и Татьяна Бадьян. Вице-спикер окружного парламента приняла участие во встрече с Сергеем Нарышкиным, где основной темой стало обсуждение предварительных итогов праймера, спрошедшего в России 22 мая. О том, какую оценку дали предварительному голосованию и какие вопросы поднимались еще, Татьяна Бадьяна рассказала нашему каналу в телефонном интервью. Было отмечено, что на сегодняшний день при обращении к Нарышкину звучал вопрос о том, что необходимо вносить закон о севере. Прежде всего это касается выплат региональной надпадки в системе бизнеса. С тем, чтобы не было зарплат серых конфертов, необходимо для бизнеса, собственно говоря, отрегулировать их уплату налога. Мне очень понравилось о том, что депутаты задавали вопрос и создать федеральный закон о предварительном сотрудничестве. Для нашего арктического региона это позволит прежде всего тесное сотрудничество с внутриковыми так называемыми субъектами и в отношении социального поддержки населения, в развитии культуры, в развитии безопасности. Но и самое главное, мы говорим о том, что подобные мероприятия, когда встречаются парламентарии по северо-западу в данном случае, лишний раз подтверждают единый подход к реализации всей федеральной политики наших регионов. И, конечно же, подобные встречи еще раз отмечают и специфику. Очередной случай коррупции зафиксирован в Ненецком округе. Прямо региональным управлением ФСБ России по Архангельской области пресечена противоправная деятельность начальника отдела капитального строительства казенного учреждения Ненецкого округа, централизованной стройзаказчика Анатолия Волошина. Проведенными мероприятиями установлено, что Волошин, в должностные обязанности которого входили вопросы, связанные с контролем, освидетельствованием и технической приемкой выполняемых строительно-монтажных работ на строящихся объектах социальной инфраструктуры Ненецкого округа, на системной основе получалось представители организации подрядчиков денежные средства за беспрепятственное и своевременное подписание актов выполненных работ по заранее оговоренному проценту вознаграждения от их стоимости. Задокументированы факты получения Волошиным по указанной схеме денежных средств от руководителя управляющей компании «Петрофонд» из Москвы Гуртьева в общей сумме 482 тысячи рублей при приемке работ в рамках госконтракта по объекту капитального строительства в здании молодежного центра в Нарьинмаре. На основании представленных материалов в отношении Волошина и Гуртьева возбуждены уголовные дела. Губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин назвал задержание Анатолия Волошина результатом усиления борьбы с коррупцией в регионе. Это одно из основных направлений госполитики. Меры по борьбе с коррупцией в Ненецком округе усилены во всех направлениях, и они приносят результаты. Работа будет продолжена в обязательном порядке, ведь от этого зависит качество жизни жителей округа. Активисты сообщества «Драйв Ту» вновь стали инициаторами акции «Добрых дел». Ко дню защиты детей они собрали 85 тысяч рублей, купили гору подарков и отправились в детский дом «Олененок». Сотрудники компании «Башнефть Полюс» по сложившейся уже традиции в День защиты детей посетили воспитанников дошкольного детского дома «Олененок». Театрализованное представление, подарки, праздничное настроение и смех детворы заполнили стены заведения в этот день. Помощь детям «Нефтяники» считают своим основным приоритетом спонсорской и благотворительной деятельности. На праздники побывала и наша съемочная группа. В детском доме «Олененок» на сегодня воспитываются 27 ребятишек в возрасте от рождения и до 6 лет. Для тех, кто постарше, в праздничный день участники театральной студии «Дома детского творчества» показали веселое и увлекательное представление. Оно вызвало массу положительных эмоций не только у малышей, но и у постоянных гостей «Дома ребенка», волонтеров движения «Добрые сердца» и компаний «Башнефть Полюс». «Башнефть Полюс» оказывает очень хорошую помощь данному дому. Мы, как волонтеры, оказываем помощь детям три раза в год. Данному детскому дому представляем, значит, приезжаем сюда, поздравляем обязательно детишек всегда, дарим подарки. Помощь детям нефтяники считают своим основным приоритетом в благотворительной деятельности. В подобных акциях участвуют все сотрудники компании, собирают личные средства. Но кроме того, в рамках соглашения с НАО «Башнефть Полюс» оказывает поддержку не только дому ребенка, но и детскому дому, где воспитываются ребятишки постарше. Так, в прошлом году был сделан ремонт в спортивном зале, приобретена мебель, компьютерная и бытовая техника. А площадка дома ребенка была обновлена руками волонтеров компании. Были покрашены веранды, песочницы, машинки и заборчики. По словам руководства детского учреждения, нефтяники всегда стараются помочь. Приходят, занимаются с нашими детьми. То есть, какие-то любые вопросы, мы к ним обратимся, всегда они готовы прийти к нам на помощь. Благодаря волонтерам, праздник 1 июня стал для воспитанников детского дома «Олененок» еще ярче. Кроме необходимой для детишек обуви, одежды и памперсов, малышам подарили множество игрушек и, главное, свое внимание. Когда делать добро стала традицией. Автолюбители Наринмара и сообщества «Драйв-Ту» вновь стали инициаторами сбора средств на покупку подарков для детей из детского дома «Олененок», приуроченные ко Дню защиты детей. В этом году к акции присоединились коллектив «Такси Желтая» и активное в социальных сетях сообщество «Мамочки Наринмар». Что из этого получилось, смотрите в материале выпуска. Глаза горят, а маленькие ручки так и тянутся к подаркам. Девочкам куклы, мягкие игрушки, мальчикам машины и вертолеты. Подарков не просто хватило на всех, а было с лихвой. Для активистов-автолюбителей сообщество «Драйв-Ту» – это уже пятая акция «Добрых дел». Последняя прошла в декабре, накануне Нового года. На этот раз неравнодушных оказалось гораздо больше. Свою помощь предложила «Такси Желтая» и группа активных «Мамочек Наринмара» и просто неравнодушные жители. Я во второй год уже участвую. Мы в прошлом году летом участвовали, зимой вот на Новый год акции проводили. И сейчас третий раз очень нравится, прямо с удовольствием. Даже подключаю всех своих друзей, чтобы тоже участвовали в акции. Все-таки детки, они не бывают чужие, они все наши, все родные. Всем вместе удалось собрать ни много ни мало 85 тысяч рублей. На эти деньги мы закупили вещи необходимые, подарки, стульчики для кормления. Также нам помогли обычные граждане, которые тоже отдали свои вещи, стульчики для кормления, они просто подарили деткам. Поэтому большое спасибо за участие и желаем деткам найти свою семью. Одежда, обувь, игрушки, развивающие товары, памперсы. В список необходимого попало все, что в таком возрасте нужно детям. Сегодня в дошкольном детском доме олененок воспитывают 27 малышей до 6 лет. Активисты-автолюбители надеются, что в следующем году к акции присоединится еще больше участников и средств на покупку необходимых вещей и подарков тоже будет больше. А в число подшефных попадут и другие детские социальные учреждения. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Импровизация на тему авиации. В Нинницком краеведческом музее подвели итоги конкурса творческих работ с мечтой о небе, приуроченного к 70-летию Наринмарского объединенного авиаотряда. Участие в конкурсе приняли 151 человек из 10 населенных пунктов округа. Самолеты из спичек, кордона, пластиковых бутылок и тканей. Картины, выполненные акварелью и гуашью, эссе и стихи. Все это участники конкурса представили в номинациях «Декоративно-прикладное искусство», «Литературно-художественное творчество» и «Изобразительное искусство». Рисунков было больше всего, поэтому, отметили члены жюри, определить лучшего было непросто. Работы оценивали сотрудники музея, авиаторы, педагоги и художники. Все победители получили грамоты и книги о истории авиаотряда. Впрочем, впереди у творческих работ оценка народного жюри. Все работы мы сделаем, выставку оформить уже непосредственно перед юбилеем нашего авиапредприятия, которое будет праздновать 30 сентября. Это будет выставка, скорее всего, что в КБЦ «Арктика». Вот, может быть, посмотрим, может, еще как-то оформим и в нашем авиапредприятии, в зале ожидания, где вы, в общем-то, уезжаете в отпуска, и там, чтобы большее количество вас могло увидеть. Подарки получили не только участники конкурса, но и Ненецкий краеведческий музей. За помощь в организации творческого испытания руководитель авиаотряда Валерий Остапчук передал в дар музею две картины художника Свешникова. Завершился праздник полетом на вертолете над Ринмаром. Такой подарок победителям конкурса сделал Наринмарский объединенный авиаотряд. Любители велосипедного спорта объединил праздник «Мой друг-велосипед». Он прошел на стадионе «Лидер». К участию в соревнованиях были допущены мальчишки и девчонки детских пришкольных площадок города в возрасте от 7 до 14 лет. Выступать можно было на велосипедах любого типа при наличии защитной каски. Дистанция, которую необходимо было преодолеть мальчишкам и девчонкам – один километр. Победителя определяли по лучшему времени, показанному спортсменами. Такова была информационная картина этого дня. Далее прогноз погоды. Продолжение следует...